Шестой класс, тридцать пятая серия. Четыре кролика и три клетки. Если число кроликов превышает число клеток, то тогда нельзя рассадить их по клеткам так, чтобы в каждой было не более одного. Одному кролику не хватит клетки. Найдётся хотя бы одна клетка, в которой будет не менее двух кроликов. Доказательства можно провести, рассуждая от противного. Допустим, не существует клеток, где более одного кролика. Тогда в трёх клетках окажется не более трёх. А по условию их четыре противоречия. Значит, предположение было сделано неверно. И найдётся хотя бы одна клетка, в которой будет не менее двух кроликов. Если по н ящикам разложить предметы, число которых больше н, то найдётся ящик, в котором находится больше одного предмета. Первая задача. Пятнадцать мальчиков собрали сто орехов. Докажите, что какие-то два из них собрали одинаковое число орехов. Давайте проведём доказательства, рассуждая от противного. Допустим, у всех разное число орехов. Допустим, так, первый мальчик собрал ноль орехов, вообще ничего не собрал. Второй – один, третий – два и так далее. Пятнадцатый собрал четырнадцать. То есть вот я рассматриваю тот случай, когда у всех разное число. И мы начинаем рассмотрение с наименьшего возможного числа орехов. С нуля в сумме получается, вот если мы сложим все эти числа, получается 105. Так вот, если бы орехов было бы 105 и больше, тогда можно было бы сделать так, чтобы у всех было бы разное число орехов. По условию задачи орехов 100. 100 меньше, чем 105. Значит, мы не можем сделать так, чтобы у всех мальчиков было разное число орехов. Найдутся, по меньшей мере, двое, которые собрали одинаковое число орехов. Вторая задача. Расстояние между двумя пристанями катер проходит по течению за три часа, против течения за четыре часа. За сколько часов это расстояние преодолеет плод? Ну, сразу хочу напомнить, что разность скоростей по течению и против течения, против течения, это удвоенная скорость течения реки. Удвоенная скорость течения реки. Так, ну, давайте вернемся к условию задачи. Если по течению весь путь за три часа, значит, за один час он проходит одну треть. Так, против течения за четыре, значит, за один час проходит одну четверть. Если мы найдем значение вот этой разности и разделим ее пополам, мы узнаем, какую часть пройдет плод за один час. Значит, здесь у нас значение разности. Одна двенадцатая. Делим пополам. Получается одна двадцать четвертая. Одну двадцать четвертую часть пройдет плод за один час. А, значит, весь путь он пройдет за двадцать четыре часа. Ответ – двадцать четыре часа. Третья задача. Насколько процентов уменьшится объем куба, если каждое ребро уменьшить на десять процентов? Ну, допустим, сначала каждое ребро было длиной а, а потом на десять процентов меньше. Ноль целых девять десятых умножить на а. Ноль девять умножить на а. Ноль целых девять десятых умножить на а. Перемножая, получаем объем. Здесь получится ноль целых и семьсот двадцать девять тысячных а в кубе. Если сначала объем куба был а в кубе, а затем стал меньше, то есть получился объем, который не сто процентов, а меньше – семьдесят два и девять десятых. То есть объем куба стал меньше на 27,1%. Это ответ на 27,1%. Продолжение следует...